От срочки дивидендов не будет. Позитив для российского рынка акций. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник. Одной из самых сладких частей российского рынка является его высокая дивидендная доходность. В частности, когда российский рынок проседал в марте, то на своих пиках дивидендная доходность по индексу Мосбиржи составляла от 8 до 9%. Сейчас по нашим расчетам это примерно 7-8%. Это весьма высокая дивидендная доходность, потому что нужно помнить, что если в среднем 7-8, значит у кого-то есть выше среднего 10-12 и так далее. А это очень сладкие дивиденды. Тем не менее, когда разрасталась эпидемия коронавируса, в частности в России, возникали опасения. А не будет ли такого, что дивиденды в этом году можно будет не платить компаниям, в частности государственным компаниям, компаниям с госучастием. Или что будет возможность для таких компаний перенести дивидендную выплату. То есть да, конечно, понятно, что если дивиденды все равно придут, то не сильно принципиально придут ли они летом или придут следующей зимой. Но все равно, чем раньше вы получаете деньги, чем раньше вы получаете дивиденды, тем раньше можно будет их реинвестировать или использовать под собственные нужды. Отсюда следствие, что любые новости про отсрочку дивидендов или про возможность невыплаты дивидендов в этом году, конечно же, воспринимались как новости резко негативные. Первоначально была гипотеза, что компаниям с госучастием, то есть тем компаниям, где у государства контрольный пакет акций, дадут возможность отсрочки дивидендов на полгода. Это такой вот умеренный негатив для них был. Затем появилась информация, что может быть в закон добавят увеличение срока выплаты дивидендов до 90 дней. То есть, да, примерно до трех месяцев. Тем не менее, подъехала как раз на днях информация, вот от 31 марта новость, что все-таки Государственная Дума отказалась увеличивать срок выплаты дивидендов до 90 дней. Напомню, сейчас по текущему законодательству он составляет 25 дней. Новость весьма позитивная, потому что до этого закладывались негативные ожидания, а что если они не выплатят дивиденды или их отсрочат там на полгода, на год или до следующего года. Ну вот сейчас видно, что все-таки по-прежнему 25 дней будет максимальный срок выплаты дивидендов с момента дивидендной отсечки. При прочих равных это определенный позитив для российского рынка акций, потому что какие-то страхи были сняты. Да, страхи, что опять же те самые дивиденды будут не выплачены. Тем не менее, по отдельным акциям отметим, что есть, наметились какие-то передвижения сроков. Например, по акциям Сбербанка. Кстати, на нашем канале про Сбербанк выходило немало видео, особенно за последние 1-2 месяца. Стало известно буквально сегодня, что наблюдательный совет Сбербанка перенес дату и собрания акционеров и дивидендную отсечку. Так, по первоначальному плану уже в мае состоялась бы дивидендная отсечка по Сбербанку. По новому плану она может состояться в июле. Соответственно, собрание акционеров первоначально могло состояться в апреле, состоится в июне. Ну а дивидендная отсечка была с середины мая на середину июля перенесена. То есть, да, вот такая отсрочка по дивидендам получится на 2 месяца. Тем не менее, в целом это умеренно позитивная новость, да, не скажем, что прямо это такой супер крупный позитив, что прямо сейчас все с большими плечами в российский рынок кидаемся. Нет, это такой небольшой умеренный позитив, но тем не менее он снимает один из рисков 2020 года. Риск, что компании, в частности государственные, там не будут платить дивиденды или будут их платить с большой задержкой. Вот сейчас вот он снят. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях непременно, как вам такой формат разбора в небольшом видео какой-то определенной одной новости. Нравится ли он вам? А у меня на этом все. Желаю вам успешных инвестиций и большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok